Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич, разбираем обновление в Блэк Десерт Онлайн от 31 мая Что, лето? Завтра уже, всё, жара, пляж, море, отдых А у нас сегодня Уса, пробуждение, у нас сегодня рабочим, чётко там что-то переделали И в Корее сегодня тоже добавили парочку буквально маленьких таких интересных, а ну и Нерф Мэгу Дождались? Дождались Всё, давайте разбирать всё по порядку, начнём с ивентов Вот, начнём с ивентов, а нет, начнём с рекламы Если вдруг кому-то нужна помощь с пополнением счёта, допустим в игре какой-нибудь Либо в мобилочке, либо пополнить, продлить какой-нибудь там, не знаю, на сайте подписочку В Дискорд мне пишите, разберёмся, могу я помочь или нет Соответственно, если смогу, то помогу Также напомню, что у нас в июне турнир очередной, 2 на 2, но уже на мейн-героях 2 на 2 будет пара тоже собираться рандомно и вам может повезти, что вы попадёте на киберкотлету Либо наоборот, киберкотлете достанется совсем-совсем зелёный новичок Вот, что, давайте разбирать теперь обновление Начнём с новых ивентов и тут у нас вот какая история Уса открыла в себе новую силу в этом ивенте Пройдя пробуждение Усы, ты выполняешь вот это задание, ивент обретения новой силы Получаешь вот такие штучки Активируя их, ты получаешь очки опыта на... да, скиллпойнты Потом берёшь второе задание, убиваешь 500 мобов и получаешь ещё 3 таких свитка Плюс сундук с реликвией 3 штуки Вместе с тем шанс получения трофеев 50% И шанс получения трофеев в следующую неделю будет 100% Вот в этом сундучке с реликвией 3 штучки, которых нам дадут Вот такой дроп Вот так вот Дальше, для тех, кто прошёл уже Магнус На прошлой неделе можно было открыть телепорт, но воспользоваться им пока нельзя Там мы получили свои награды А, кстати, насчёт Усы ещё напомню, что можно взять книжечку у Аллу Стина Которая повышает шанс дропа, опыт и так далее Она одевается вместо книги Ченка Тоже не забудьте забрать обязательно Вот, Магнус, точнее Страна Утро у нас 14 июня, через 2 недели И проходишь там быстро, там простые 3 задания Идёшь к Танхве в Вели, вот тут вот если нажать О, Ивенты Вот тут вот будет, вот смотри С Ивентами так не показывает Короче, вот тут вот будет вот это задание Подарок от Юнхвы И ты получаешь вот таких вот 2 предмета Сундучок с шокоту, с предметами на выбор Тут всё понятно Лисье пламя Обрати внимание, действие 120 минут Но, но, когда ты его получишь То ты увидишь, что этот предмет На кого я получила? Она получила на волшебницу Сейчас, секундочку Вот Что этот предмет многоразовый Видишь, у него перезарядка 120 минут Он бафает на всю группу То есть вот ты, например, на вас и участников группы поблизости То есть ты идёшь в какую-нибудь локацию групповую Каждый по очереди бафает этот скил Но, если вы в группе И откат 120 минут, время действия 120 минут Ну, не знаю, зачем вам в группе его бафать по очереди Если, короче, странная задумка Неважно, не, как говорится, не морочите себе голову Просто вот есть такой баф Не написано, когда его заберут Однако, Ивент до 28 июня И предполагаю, что эту штучку заберут 28 июня Хотя здесь пока ничего не сказано Скорее всего, заберут Обычно они всё забирают Они ничего не оставляют Июньские награды за вход Награды за вход у нас стандартные Просто Расходные, материалы Полезные, приятные предметы Но Для новичков есть ещё свой отдельный календарик Для новых и вернувшихся игроков Для новых предлагают вот такой вот сундук Во-первых, тут горничная Я так поняла, тут у нас склады расширения Всякие разные купончики, фея и так далее Для вернувшихся тоже приятные бонусы и подарочки Вот тут более подробно можно рассмотреть Что конкретно в каком, ну, что из чего вообще состоит Дальше Текущие ивенты на поиске бесконечной силы Это вот мы подходим к Алустину Это про то, что я говорила И берёшь книжечку, которую ты бафаешь Точнее, которую ты просто экипируешь И она работает Сезонная подписка До 26 июля Участвуем в сезоне Каким классом начать Просто прокачиваешь Получаешь награды Латимерия у нас до 26 июня Тоже настоятельно рекомендую На ночь если ставите героя на что-то То обязательно ставьте на рыбалочку Сейчас с этой латимерией очень выгодно этим заниматься Вот, во время сбора фарма мобов и рыбалки Получай вот такие итемки Их потом на полезные ресурсы ты поменяешь Точнее откроешь их просто И до 7 июня Каждый день в игру заходи Получай премиум подписочки Сразу они активируются Всё По секундомеру, кстати В сезоне на прошлой неделе была проблема с секундомером Её починили Эту проблему исправили Так что всё, секундомерчик можно, можно заюзать Новинки Новиночки, новиночки Очень много костюмов Очень много костюмов Соответственно для Усуи Потому что её попробуждали И нужно теперь для пробуждения полный комплект Дальше Пепельный рыцарь Ещё такой костюм добавили Выглядит он вот так вот Для мужских героев Для всех Собственно такой костюм Вместе с ним идёт титул Пепельная тьма Вот на каждого героя расписали Эти костюмчики Можно отдельно, я так понимаю Покупать можно комплектом Дальше Воин та же история Варвар Сейчас, боже, как много Зачем так много? Непонятно Лучник Хасашин Мудрец Вот 25 жемчуга Смотри 15 валксов Ну это как бы говорится Если очень надо Свиток обмена опыта Это для тех, кто хочет Например, поменять героя на Усу Либо наоборот С Мэгу слезть Можно теперь за донатик это сделать Плюс Если ты, например, давно не появлялся в игре То в каком-то из календарей Даётся купончик Вот Этот купончик По идее Если ты Ну, категории подойдёт Этот купон То можно ещё скидку получить Вот И вот такие ещё наборы Смотри 28 жемчуга 50 крон 30 жемчуга Память мастера Вот такой наборчик На 30 дней Премиум Костюмчик И 16 слотов Плюс Заколка И такие штучки Дальше Три комплекта По скидке 33% Набор для путешествия На 180 дней И бонусом Тут даётся 30 свитков О, 30 свитков удачи А нет 30 и давали Да, 30 свитков удачи И такие ещё бонусы Премиум набор 180 дней 10 свитков удачи Вообще очень скромно Свиток убывающей луны Тоже такой же набор Благословение Камасильвы Горничные Это скидка 33% То есть это 2 плюс 1 Бывает 50% Если у вас бюджет ограничен Но вы очень хотите горничными запастись То я советую вам подождать Очень часто такие акции проскакивают Последнее время Может быть они к стране Утро выпустят Какую-нибудь тоже акцию То есть поглядывайте То есть тут можно Например Один комплект купить Но потом основную сумму Тратить Когда вводят 50% Дальше Скидка на привидения Скидка на ХТ Для феи сферки Расширение тарифы Расширение шикоту Восточный базар Чаще мудрецов Вот смотри ещё За 10 жемчуга Можно купить 5 свитков удачи И 2 благословения Камасильвы На 1 день За 10 жемчуга Можно купить ещё 5 свитков удачи И благословения луны На 1 день 2 штучки Ещё 10 Вот такой набор Ну это как говорится На любителя За 10 жемчуга Расширение 2 слота Получается ты можешь купить Слёзы Эллен 2 штучки Ну тоже на любителя Память мастера Для тех кто пользуется Эссенция чёрного духа Для тех кто пользуется Том войны Том ремесла Тоже видишь На 1 день 3 штуки За 10 жемчуга Таинственный свёрток С камнями Крон Руна кузнеца 500 Вот И за 10 серебра Я так поняла Точнее за 10 жемчуга Вроде бы как Ну тут была по-моему цена Тоже можно купить Вот такие вот Скидочки Или это их нам выдали Эти скидки Купоны Нет Купоны нам не выдали Вот Скидка на транспорт Как всегда Не работает на флейту Вот И полный комплект Лазурной ряби На мистика Давай посмотрим Мистик Нет Не посмотрим Не могу найти Хотела быстро найти Не могу найти Поэтому Кому интересно Посмотрите сами Чтобы время не тянуть Так Победители ивента Кому интересно То что мы разукрашивались В разные цвета блюдов Да Так что Поехали Теперь Обновление 31 мая Вот Самый первый контент Это у нас Пробуждение Усы Значит Пробуждение сделано В новом стиле Сейчас ты И обучение проходишь Как в обычных играх То есть Там у тебя есть И стоп-кадры Ты можешь Не переживать За других игроков Тебе подсказывают Прямо что нажимают Тебя ждут То есть Ну Все очень интуитивно Плюс Тебя погружают В отдельную атмосферу То есть Ты не делаешь Это вместе С другими игроками Ты как будто бы Ну типа В маленький такой Инстанс попадаешь Очень атмосферненько Сделали Можно ее пройти Довольно просто По-моему там Даже толком Атаки не нужно Я вот Сначала пошла С 90 атаки Побила Потом сделала себе Больше атаки Разницы особо Не заметила То есть Там все Сделано так Что ты с очень Маленькой атакой Все равно пройдешь Это пробуждение Вот Кто для Усы Делал Кулон Тувалы Теперь можно поменять На книгу душ Соответственно Если Вот как я Например У меня на Мэгу Есть такая Тувала 20 Кулон Тувалы То на Усу Поменять его нельзя Надо ждать только Когда выйдет Мэгу Но при этом Напомню Что если Например у вас есть Шмот Нарселан На аккаунте То можно Этот шмот Шмот сам Перекинуть Само собой А вот оружие У кузнеца Можно купить Специальный итем И этим итемом Нарселан Запаковать В сундучок И потом открыть На новом герое То есть перекинуть Таким образом Нарселан Все классы По сорке Вроде как Апнули Потому что Вот время перезарядки Число ударов Увеличили Время перезарядки То есть теперь Комбинации Вроде как Быстрее проходят Добавили Иксов Обрати внимание Либо процентов Либо процентов Иксов То есть прям Но в ПВЕ В ПВЕ только В ПВП Как всегда Вот этот процент Вырос Дальше Мастер меча То же самое В ПВЕ Апнули Урончик Вот И порезали В ПВП Точнее Процент порезки Увеличили Маэва То же самое То же самое То же самое А у шай Добавили Три новых Танца То есть Вот я что на шайке Сейчас стою с вами Чтобы показать вам Эти танцы Вот они добавились Вот смотри Раз Либо вот Или вот Вот последний Я где-то видела Не помню где Но где-то видела Дальше Уса Тут ничего такого Мэгу Как сказал Нитрич Значит Вот это Изменение Теперь Уса Издалека В ПВП Не будет так Безстрашно Кастовать свои скиллы Она теперь будет Чаще обманывать Пытаться обмануть Для того чтобы Подобраться И сблизи Дать нормальные скиллы Со всякими защитами На фарме По идее Это никак Особо не повлияет Вот То есть В ПВП Как бы Так сказать Порезка неприятная Но не смертельная То есть Сегодня естественно Нитрич еще побегает Он пока зеркало не будет снимать Побегает еще на Мэгу Если все играбельно То он на ней остается Так что Ну естественно И Усу тоже сделает Чтобы в пробуде Потом с вами Поговорить По гайдам Гайды сделать Вот это все По контенту Значит смотри Что сделали Во-первых Увеличили максимальный уровень До 40 При достижении 35 И 40 Получается Приобрести еще Навыки Плюс на 40 То есть смотри Вот у меня рабочая Так хватит танцевать Малая Начится Вот смотри Ты конечно рабочая Видишь На 35 40 Плюс На 40 Еще возьмется Быстрая доставка Поместить добычу сусла В любой склад Что это такое Вот например Есть узел Так Вот допустим Есть узел Нет подожди На нем работают Сейчас найду Какой-нибудь узел Где не работают Ну допустим Нет Господи Вот смотри Допустим Когда у меня рабочий Будет 40 уровня Я смогу Вот Вот тут вот Выбрать В какой город Таскать этот виноград То есть На вот это время Оно не повлияет Но при этом виноград Например Я могу сразу Транспортировать В Хидель В котором я стою И занимаюсь Кулинарией То есть Не надо больше Будет перекладывать Через этот склад И на скорость Не влияет Это очень удобно Когда ты например Ну вот занимаешься Переработкой То есть Вот допустим Ты вот в Кальфионе Где-то тут Дерево Добываешь И рабочий Тебя сразу Выгружает В Валенсию В Валенсии Ты его перерабатываешь И пакуешь В паки И потом Ты везешь Эти паки С Валенсии В ту же грану Передаешь То есть Стало очень удобно В этом плане Также У рабочего Можно менять Навыки Но Для этого Нужно Чтобы у него Было больше опыта То есть Вот смотри 30 уровень 300% И я по идее Могу Сменить ему навык Это заберет 20% опыта Тоже Это делается Один раз То есть Допустим Показатель удачи Подтвердить Ну в общем Что-то поменялось Я не запомнила Какие у меня были скиллы Все Больше я пока Поменять навык Не могу Мне нужно Чтобы он Апнул 31 А нет Смогу Смогу Короче Получается Я могу Теперь Вот этими скиллами Я не пользовалась Поэтому тут Я могу Вам сейчас Немножко Неправильно Дать информацию Сам смысл в том Что ты можешь Вот так вот Сжирая 20% опыта Накачанного Менять себе скиллы Рабочему Для того Чтобы получить Какие-то полезные Нужные навыки Вот Плюс Возьмет еще Два скилла И вот эти навыки Можно менять Как Не только на 30 Но и на 31 В 40 Уровнях То есть Пока ты качаешь Ты можешь постепенно Постепенно Выраливать ему Я так понимаю Навыки Сейчас При входе Была проблема Что рабочие Не отправлялись Но эту проблему Уже решили Все хорошо И как только Ты отправишь Рабочего Работать Вот у меня Например В Валенсии Рабочие Уже Вот Поприходили И они Абнули 31 уровень Но У меня вопрос Они нам Пересчитали Количество Опыта То есть Примерно На 33% Меньше Нужно От прежнего Количества Очков Опыта И если В случае С узлами Когда нам Перекачали Сколько энергии Нужно На то Чтобы узел Прокачать До 10 До 15 Уровня Пересмотрели Количество Энергии Нам Разницу Перелили И сделали Сразу 12 13 14 Уровень Здесь же С рабочими Ничего Не сделали То есть Просто они У тебя 30 уровня То что Например Было Вкачано 30% Теперь надо Меньше На то Чтобы 30 Левел Получить Это Как бы Типа Вообще Не проблема Разработчиков Как бы Твоя Проблема Бери Качай Дальше Что еще Соответственно Цены На аукционе Выросли Тоже Обрати Внимание Что 40 Рабочий Может 100 Лямов Стоить Ну И Вот Это Фиксированная Вероятность Улучшения Рабочих Я так Понимаю Что Это Фиксированный Шанс На Прохождение Экзамена То есть Синий Рабочий С 90 Шансом Станет Желтым Желтый Рабочий С 70 Шансом А Нет Наоборот Зеленый В синего С 90 Шансом Синий В желтого С 70 Желтый В оранжевого С 50 Шансом То есть Вот Вот это Все Я вам советую Всегда ролить Минимум Желтого Рабочего Там есть Автоюз Авторол И уже Потом У тебя Больше шансов Прокачать его Потом будет До оранжевого Ну пока Тем более Сейчас до 40 Ровня Они качаются Еще больше У тебя Возможности Вот Но при этом Видишь Вот тут Это было До изменений Теперь Неважно На каком уровне Шанс Вот такой Так Базовое значение Удачи У рабочих Увеличено на 3 И кстати Увеличение сбора Вот У нас есть Рабочий Например Который Вот гоблин Да Он быстрый Есть рабочий Гигант Он был Типа У него Больше всего Запас еды То есть Его можно Надольше Отправлять И не париться С автоиспользованием Пива Это дело Перестало Быть ценным Однако Разработчики Таким рабочим Сделали Видишь Особое Увеличение Сбора Вот видишь Там справа От его Этой самой Я вот пальцем Показываю Тебе видно Вот Увеличение Увеличение сбора То есть Он будет Приносить Больше Ресурсов В отличии Например От гоблина То есть Гоблин Сделает Больше Ходок Но Гигант Принесет За одну Ходку Больше Ресурсов Вот Дальше Вместе С добычей Всяких Материалов Например Выращивание Лиса Заготовка Горное дело Добыча Сушка Рыбы Будут добываться Теперь Сверточки Вот такие Когда ты добываешь Сбор выращивания То есть Трава какая-то Ты получаешь Мешочек В котором Плоды Дерево Добываешь То автоматически У тебя Тут не мешочек А просто добывается С некоторым шансом Уже теперь Не от узла Зависит А любой Узел Будет приносить Тебе все Четыре Типа Прока Горное дело В сверточке Будет спрятаны Вот эти материалы Добыча В сверточке Будут спрятаны Порошки Все И сушка Рыбы Будут спрятаны Кораллы Вот У меня уже Рабочий С первой ходки Вот в Валенсию В склад Валенсии Уже Приторобанил Смотри Семь штук Вот Дальше Вот эту правку Я не очень поняла Потому что Холм Эвизер Там Мед добывается Либо они просто Добавили этот узел Но написали что Можно получить дополнительные материалы Ну непонятно В общем Изменены значки усилений Тут ничего интересного Знание заданий Ничего интересного Для осады В описании Большой осадной башни Это вот эта вот Как она называется Которую мы везем Чтобы через нее залезть Баллиста Нет не баллиста Баллиста это стреляет Ну короче Осадная башня Большая такая С лесенкой Теперь написано Что 300 метров От любого форта Либо от Неважно Союзника Противника Короче 300 метров От любого кипа И только там Можно будет поставить Обложка Неинтересно Это неинтересно Все неинтересно Поехали теперь Смотреть Этот корейский патч Значит Тут добавили Все то же самое Все те же ивенты Что и у нас Но Добавлена формула Обработки сундуков С броней зеленого ранга Это сундучки В которые Которые мы можем Например Просто сдать Рабочему Кузнецу И обменять На вот эти материалы А также Можно их нагреть Чтобы получить Я так понимаю Те же материалы Просто не бежать В город Изменения Для кнута Лоджи Изура Маноса И фугара Этот кнут Теперь работает И для повозок Вот Раньше он работал Только для обычных Лошадок Теперь и для повозок Но это только Пока в Корее Печать за украшением Можно обменять На порошок Вознесения В аттракционе Сикаракия Латрон Теперь изменен Внешний вид Фальшивого То есть Теперь можно их Легче распознавать Знание о торговых предметах Тут ничего интересного Положение Некоторых фоновых Ничего интересного Вот Добавлена кнопка Подбор Других авантюристов В окне Усиления У черного духа Что это такое Смотри Вот ты точишь Например Какую-то вещь Допустим Вот видишь Они вставили Веер Маноса Ой Маноса Господи Веер Тувалы И вот ты хочешь Например Узнать С каким шансом При каких лаках У народа Заходит Вещь И вот Ты нажимаешь Вот эту кнопочку И тут написано Что смотри При вот этих лаках 9% успеха При вот этих 14 При вот этих 33 И ты уже дальше Думаешь Сколько же лаков Использую Для того Чтобы тыкнуть На 19 Но Прикол данной функции В том Что Они не покажут Заточку Аксессуаров На 5 Босс Шмота На 5 Ну Нару И все остальное Это не интересно Ну короче Вот это вот У меня вопрос Почему Потому что Слишком большой Разброс В лаках Или потому что Нефиг нам знать С какого шанса Это точится Типа Это не для Старичков Это для новичков Вводится В общем Такой вопрос Ну все Вот собственно Это все обновление В Корее Поэтому Подписывайтесь На канал Чтобы Не пропускать Вот например Нитрич Гайд Выпустит Скоро На усу Да Он побегает Сделает Своё первое впечатление Расскажет Свои комбинации Для фарма Которые он нашел Также может быть Морфы покажет И может быть Еще разберет Пвп комбинацию Да У меня скоро Выйдет гайд По торговле Я уже наконец-то Со слухами Начала разбираться И почти готова С вами поделиться Своими наработками Но еще надо Так сказать Мастерство свое Усовершенствовать Вот И Все На стримчике приходите Задавайте вопросы В комментариях Тоже задавайте вопросы Просто пишите комментарии Чтобы Активность под видосом Да Создавать Всем хорошего дня До связи До встречи В следующих видосах И на просторах игры Субтитры сделал DimaTorzok